привет Вячеслав как жизнь молодая я только вчера говорил о том что некоторое время рисовать не буду потому что мне голос сел из-за того что я рисую интенсивно понимаешь многослойную живопись и вот я несколько часов не рисовал голос восстанавливается я еще придумал я тогда свое время давал синхронасос как вот так вот нажимать на точку поднимать ножку идя туда-сюда по комнате чтобы прочищать голос ну я сделал там сегодня минутку и вот смотри видишь откашливаешь и голос становится громкий я да уже могу завтра петь петь могу видишь я быстро все восстанавливаю с помощью ключа но сейчас я две-три недели пока не поменяю помещение на более широкое чтобы дышать свежим воздухом можно было остановил рисовать свои картины и поэтому я тебе покажу старые это во первых во вторых хочу услышать от тебя что-то твои соображения как устроена вселенная как устроен мозг а в третьих я хочу тебе сказать пока я буду не рисовать чтобы восстановиться это причина кажется была почему у меня из-за этой химии красок голос сел и поэтому я сейчас восстанавливаюсь и в это время пока не буду рисовать я буду дописывать новую книжку как быстрее входить в поток чем об этом пишут и говорят в интернете я в интернете очень много посмотрел про поток ческин михаи я посмотрел там на каналах разных на наших иностранных с переводом и прочее что такой поток по их мнению ческин михаи этом обожаемый мною психолог но там у него надо 10 лет мастерства чтобы входить в поток и получать экстаз счастья когда природа сама помогает творить в любом направлении а я придумал как быстрее в 10 раз 10 лет не надо 10 раз 20 раз быстрее входить поток в любом деле потому что я помню понял что тетя клава вот я пример привожу тетя клава которая моет полы в офисе трехэтажном которая за час может весь офис промыть она входит в поток когда когда входит в ритм автоматизма транспорта конечно в ритм автомата находит и поэтому бегун который входит в ритм бега а я кстати недавно извините перебил планету обижать потому что подключается у него именно то состояние поточное да просто этих примеров никто не знал и не мог понять что тетя клава и бегун который в теннис играет и вдруг какой-то момент забылся и включился и художник рукой которого пишет в этот момент бог я же ходил поток и я могу он любого человека научить сначала я обучаю чтобы он ноль заходил нулевое состояние а потом переключался поток оттуда чтобы он быстро ну ладно не буду я сейчас все секреты рассказывать потому что хочу заинтриговать тебя и всю аудиторию нашу школу человек будешь вишь голос какой поток вошел потом я хотел тебя что спросить ты смотрел там у меня несколько роликов были посвященные идеальному собеседнику ну что ты сделал что-нибудь из тех рекомендаций и там вообще конечно получается работает что ты сделаешь но например зеркалом или выговаривание как я сейчас мне кажется зеркалом то самое действенный скажи расскажи чего у тебя вот кстати совсем недавно висит какая-то в голове задача у меня ну по работе могу решить вопрос как просто я там не всех аспектов знаю мне казалось вот и после утренних процедур там почистил умылся что-то засмотрелся так по себя в зеркало сначала пустота то есть сначала просто пустота и сначала просто на себя вгляделся потом такой прилив уверенности и сразу первая мысль да я все знаю чё без вас всех там все знать и пошел в общем да но задача решена в принципе я считаю что молодец вот ты представляешь я найдена еще задача не решена но решение вот это самый главный момент то есть когда появляется ощущение она решаема для меня я решу то есть вот эта уверенность вдруг появляется я решу но я сейчас уверен в том что есть люди которые новички которые сейчас зашли сейчас на наш канал хомофутурс ютубе на наше то что мы сейчас говорим и они могут не понять о чем мы сейчас говорим какой тут идеальный собеседника причем тут уверенность ну пусть заходят записываются на youtube канал и на телеграм а там дискуссии идут на телеграм очень интересные я всех приветствую участников школы чек будущего хомофутурс а это слава вы наверно не знаете что слава слава скажи чем ты занимаешься я кстати хочу подготовил аппаратуру еще не все все укомплектовано сделать музыкальный стрим такой но я люблю смотреть как музыкант собираются там певец певчиха там гитарист собрались вместе где-то или вдруг просто вот стрим делают совместный своих студий домашних там поют вместе там песни то вообще здорово вот хотелось бы тоже может быть какой-то сделать музыкальный номер у нас помимо вот картина эта картина еще музыку добавим может быть нам кто-нибудь из танцоров присоединиться а я тебе по ходу расскажу как я дружил зыкиной людмила георгиевна она даже мне подарила даже вот такую масочку что когда я рисовал там у себя в центре защита стресса на таганке чтобы я не дышал масляными красками она мне подарила такую масочку откуда она это взяла не знаю там маляры какие-то у нее работали и у меня остались она им тоже дарит ну это интересно да как она отнеслась к тому что она однажды мне сказала почему бы вот я говорит поют там река волга вот и дали бы всем сейчас я бы спела все бы успокоились а я говорю понимаешь в чем дело они все время дыр 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 она вот так жаловалась на это почему так люди все в таком явном состоянии я говорю ну так потрясись бы сначала а потом твоя песня она ты правильно говоришь наверное это так и вот сейчас вебинар который будет 31 марта посмотри я тебя пришли туда как участнику почетному бесплатный вход ты туда выйдешь с романом газенко мы будем и там я буду прием показывать уникальный вибрационный чулок условно так говоря это вибрационный прием который сразу снимает все страхи стрессы блоки ума и тела выводит человека на такое просторное состояние как бывает когда пела людмила зыкина ну сразу туда переводит ну в общем сейчас пока говорить не буду но я тебе пришлю такой на на 31 число на 20 часов на вебинар с романом газенко роман газенко там будет говорить о психолингвистике он вспомнит пушкина и кое-что расскажет необыкновенное это же поможет кому-то снять стресс и я дам тоже что-то необыкновенное тоже помогу всем снять стресс тоже будет интересно так что я тебя приглашаю скажи пожалуйста слова если ты еще посмотришь на одну мою картину я видишь тебе меньше даю сегодня говорить о себе больше почему потому что я тебя первый раз представил следующий раз ты будешь говорить а я буду молчать так что готовься а это называется милый у тебя температура смотри как и глаза она у меня в последней книге вместе с методом саморегуляции ключ книги который называется новые приемы белые стороны черной дыры страха она у меня там есть тоже я так убедил издательство чтобы тетрадку туда вшили с картинами моими не только методические приемы там есть ну как тебе картина очень ну вообще нежная такая картина спасибо спасибо я тоже захотел рисовать сейчас прям сейчас ну так рисую ты же мне прислал несколько своих фотографий шикарных совершенно ты мне там написала это можно подправить или чё я тебе написал не шикарно ничего не надо трогать очень красиво но ты порадуешь всех нашей школе человек будущего хомофатуру своими фотографиями если хочешь напиши свой адрес тебе будут писать письма девушки звонить буду тебе ты знаешь лена насколько девушки звонили просто все наверное мысль что битлзом битлзом знаешь сколько там писали звонили не буду рассказывать их историю очень смешная была история с девушками ну ладно слушай ну так что мы договоримся ты все еще раз больше будешь говорить я буду меньше говорить и ты покажешь пару фотографий как я показал пару картин если аппаратуру доделаю может на гитаре сыграю будет класс мы с тобой давно собирались это сделать так что давай доделывай мне интересно вообще ну вот первый опыт будет музыка в интернет потому что вот между прочим хотел очень важную вещь рассказать особенно вот старому поколению старшему поколению старых не бывает бывает мудрый мудрый хотя я не знаю как вот ходили по концертам нет советские времена в 60-е ну наверное ходили вот наша молодость тоже прошла вся в концертах отец у меня по концертам носился но там 80 еще в питере тогда жил в общем и я там родился в этой всей движении в этом музыка слушать там аппаратура все вот это вот а сейчас у нас мир немножко переначали и вроде все начали грустить а что же делать где выступать там и публики нет и выступающих нет в интернете все мы же все давно уже интернет пересели будем выступать в интернете вот пожалуйста все же говорят так личное общение нам нужно вот мне звонят тысячи тысячи людей ты не поверишь все время ну как же так в интернете который еще не знает который не в курсе которым кто-то сказал там телефон и вот у меня звонит дама там или мужик звонит мне говорит я очень хочу с вами поговорить там и так далее и так далее я могу ватсаппе напишите мне там девятьсот двадцать шесть семьсот девять пятьдесят шестьдесят напишите прежде звонка и мы потом на видео поговорим я вам дам то что вы хотите какой вопрос у вас есть а он или она говорят это у меня каждый день по сто раз а как же там мы думали к вам на таганку приехать лично там ваш центр все-таки говорит нужно личное общение я в суд я же банки не ставлю и массаж не делаю да поэтому мы можем спокойно в эти общаться и вам не надо тратить деньги на поездку а кто-то звонит из нью-йорка кто-то звонит из дели кто-то звонит из софии что же они будут ко мне приезжать ключ такая вещь которая помогает всем независимо от расстояния там и нет необходимости физическом общении да они не привыкли некоторые а потом когда выходят ко мне мы разговариваем потом счастливые становятся и потом интересно году уже вроде ничего такого не сделали не сказали ничего такое а я говорю а знаете почему вот это знаешь потому что я вам подсказываю сделать то ровно то что вы обычно сами инстинктивно делаете когда себе помогаете но не осознаете а я вам это подсказал потому что я как ученый специалист проанализировал подсказал и вы это сделали то же самое и вдруг у вас все стало так хорошо так вы также и делаете тысячи раз но просто не обращайте на это внимание я просто обратил ваше внимание на ваших самих поэтому идеально собеседник кто не видел эти ролики надо вы посмотрите да пусть все посмотрят эти хорошие ролики слова не буду тебя больше мучить короче говоря мы тебя ждем с твоей музыкой своими фотографиями которые ты замечательные мне присылаешь я хочу теперь чтобы ты всем показал и фотографии да вот мы с владиславом рязановым сейчас делали ролик прошлый год мы с ним не общались мы с ним буквально два-три дня назад сделали ролик кто не видел посмотрите владиславу тоже привет и сейчас я молодежь к нам хлынет морем потому что я буду давать как быстрее входить поток чтобы быстрее лучше сдавать экзамены изучать иностранные языки готовиться к полетам самолетом и писать музыку как ты и мы вместе это будет делать спасибо тебе владислав обнимаю до встречи